МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представляющие интересы более трех миллиардов человек, то есть половины населения планеты, обсуждали вопросы, связанные с укреплением стабильности и мира в международных отношениях, а также развитие политических и экономических связей между государствами. На повестке дня также находились вопросы, волнующие все человечество, включая глобальное потепление и экологические проблемы. Президент Казахстана Хасым Жумар Тукаев подчеркнул, что страна, исполняя обязанности председателя ШОС, успешно провела около 150 мероприятий, направленных на развитие цифровых технологий, туризма, энергетики и бизнеса, включая форумы и молодежные советы. Это подчеркивает вклад Казахстана в укрепление регионального сотрудничества и продвижение общих интересов участвующих стран. Аким Алматинской области встретился с депутатами Сената и Мажелеса. В ходе совещания Марат Султангазиев ознакомил народных избранников с ситуацией в регионе, рассказал о планах на будущее и поделился с происходящими изменениями. На совещании в Акимате области были подняты актуальные проблемы и озвучены предстоящие планы развития. Глава региона Марат Султангазиев выступил перед присутствующими с кратким докладом. Остановился на проделываемой сейчас работе. По культурной программе. Из-за ситуации с паводками мы отменили ряд мероприятий. Но в скором времени нас ожидает Камаз Мурандек. Уже в эти выходные. Мероприятие будем проводить в Кигенском районе. Несомненно, в регионе хорошо развита сфера образования, культуры и спорта. В качестве доказательства глава региона отметил Жаннура Инсибека. Который получил 140 баллов на едином национальном тестировании. Кроме того, было отмечено успешное проведение областного чемпионата по футболу. Областной турнир уже был. Курзалдар Буматва. Таких турниров не было уже долгое время. От нашего региона выступило шесть команд под названием Лига Алатау Жастаре. Всего участвовало порядка 300 участников из 13 регионов республики. Также Марат Султангазиев отметил, что в ходе рабочей поездки в Китайскую Народную Республику было заключено несколько договоров, в результате которых в регионе ожидается стремительное развитие туризма. Заметно положительная динамика. Из бюджета были направлены в прошлом году 48 миллиардов, в этом году более 50 миллиардов тенге. И это только то, что не входит в программу. Депутаты также поделились планами визита в регион, рассказали о поездке в Жамбылские и Карасайские районы, озвучили свои замечания по некоторым вопросам, остановились и на работе района Хакимов. По станции, которая планируется строиться на границе с Китаем, было немало бесед. Данным вопросом занимаются в нашем посольстве. С нашей стороны всё уже решено. Позиция региональных властей китайской стороны тоже ясна. Мы ждём ответа Пекина. С пограничной службой и Министерством юстиции вопросы уже решены. Полтора месяца назад под председательством нашего спикера делегация из четырёх-пяти депутатов побывала в Пекине. Рабочая поездка тогда заняла порядка пяти дней. В общей сложности было три встречи с ответственными по этим вопросам чиновниками. Мы тоже обсуждали данный вопрос. Отметим, что вопрос, который особенно волновал сенаторов, в этот раз касался автодорог, как регионального, так и республиканского значения. Как стало известно, в этом году из бюджета на решение этих проблем будет выделено свыше 51 миллиарда тенге. Вот уже третий день продолжается наша поездка. За два дня мы посетили Карасайские и Жамбылские районы. Мы ознакомились с вопросами инфраструктуры, дорог. Встретились с представителями Казавтожол, Акимами районов. Все эти встречи были направлены на решение затяжных проблем связанных с дорогами. Далее сенаторы и мажорисмены встретились с народными избранниками Маслихата Алматинской области. На совещании состоялся обмен мнениями. Также были обсуждены актуальные проблемы, которые требуют немедленного решения. Аким Алматинской области Марат Султангазиев встретился с генеральным консулом Южной Кореи в Алматы. Стороны обсудили вопрос о легальном функционировании деятельности трудовых мигрантов. Было предложено решить проблему на оригинальном уровне. Как развивался деловой разговор? Какие еще вопросы обсуждались в ходе переговоров? Расскажет наш корреспондент. В рамках встречи иностранный гость рассказал о результатах бизнес-партнерства между Алматинской областью и Кореей. По его словам, общий финансовый оборот компании превышает 6 миллиардов долларов. Кроме того, в следующем году прогнозируются дальнейшие увеличения. Отметим, что на территории региона планируется открытие новой корейской табачной фабрики. Генеральный консул Южной Кореи в Алматы попросил Акима области обратить внимание на деятельность предприятия. Акима области в свою очередь озвучил и свои предложения. Он призвал южнокорейские компании занять свою нишу в строительной индустрии на территории региона. В частности, речь шла о совместной работе в рамках реализации ряда проектов в городах Конаев и Алатау. В мае состоялся форум с участием представителей крупной корейской компании. Там показали проект города Алатау, предложили участие в реализации. Наши предприниматели весьма заинтересованы в этом проекте, поэтому мы открыты для дальнейшей совместной работы. Алматинская область является одним из самых густонаселённых регионов страны, поэтому большую часть граждан, выезжающих на работу в Южную Корею, составляют и жители региона. Марат Султангазеев отметил, что необходимо рассмотреть вопрос их законной и равноправной деятельности на территории Южной Кореи. Время, который я хотел задумать, поставить системную работу по организации трудовых мигрантов в Калию. Если мы не будем этот процесс совместно регулировать, то этот процесс все равно будет идти, но не системно. Поэтому хотел бы мнение о этом вопросе услышать. «Этот вопрос сейчас обсуждается в Министерстве труда Корейского государства и Министерстве труда и социальной защиты Казахстана. Между двумя странами ведутся переговоры. Мы намерены в ближайшее время прийти к оптимальному решению. Мы доведём предложение руководства Алматинской области до правительства. Со своей стороны постараемся оказать всяческую поддержку». Стоит отметить, что этот вопрос обсуждается уже несколько месяцев. В Южной Корее может быть запущена специальная система, способствующая упрощению для легального входа в рынок труда казахстанцев. Перед поездкой в Корею граждане должны будут пройти квалификационные курсы, овладеть языком и подтвердить готовность. Лекции по соответствующим специальностям пройдут на производственной базе города Кунаев. «Мы готовы обучать и предоставлять жителям нашего региона уже профессионально и легально претендовать на работу в Южной Корее. На сегодня проводим разъяснительную работу с населением по этому поводу. Далее определим граждан, зарегистрировавшихся в центре карьеры. Корея нуждается в специалистах, в кораблестроении. Не хватает слесарей, сантехников. В Кунаеве функционирует многопрофильный колледж, на базе которого с осени текущего года мы будем готовить специалистов». Стоит отметить, что Южная Корея сама предлагает перечень необходимых специальностей. По одному и тому же списку оформляется разрешение на юридическую работу. Однако пока неизвестно, на каком именно этапе будет решен этот вопрос. Жандос Назарбаев, Акота Урал-КЗ, Жандос Умербай, телерадиокомпания ЖТСУ, Алматинская область. Вернуть доверие народа к правоохранительным органам архиважно. Об этом мы отметили депутаты Сената и Можилица Парламента Республики Казахстан во время встречи с сотрудниками Департамента полиции Алматинской области. В рамках рабочего визита в регион народные избранники ознакомились с организацией деятельности правоохранительных органов, ответили на имеющиеся вопросы полицейских. Наш корреспондент расскажет подробнее. С рабочим визитом посетили Алматинский областной департамент полиции, депутаты Сената и Можилица Парламента. Делегация ознакомилась с современным вооружением и техникой, имеющимися в эксплуатации у полицейских. Отметим, что оснащенность различными видами автотранспортных средств на сегодня составляет более 90%, а это порядка 908 единиц. В целом представители парламента положительно оценили материально-техническую базу, организацию системы и готовность сотрудников полиции моментально прийти на помощь гражданам. Имеется в оснащении палатка, тенты, запас дизельного топлива, воды, имеется лодка как прав средства и укомплектована различными чемоданами для осмотра места происшествия. Унифицированный криминалистический чемодан, первый адрологический чемодан, криминалистический источник света, различные фотоаппараты и источники света, как автономные, так и стационарные, имеется площадка наверху для осмотра места происшествия с высоты, также имеются радиостанции и проблесковые маяки. В ходе встречи гостям рассказали о мерах по обеспечению правопорядка и безопасности граждан, профилактике правонарушений и противодействию преступности в целом. Кроме того, народные избранники осмотрели и административные здания, интересовались деятельностью управления и условиями службы стражей правопорядка. Также депутаты посетили Центр оперативного управления, оснащенный аппаратурой последнего поколения, сотрудники которого в круглосуточном режиме следят за безопасностью и соблюдением законности на дорогах и в жилых массивах областного центра. Специалисты рассказали о целях и задачах центра, алгоритме действий и различных служб после поступления на пульт 102, сигнала о правонарушении. Местными исполнительными органами в лице управления цифровизацией Акимата области ведется работа по проекту «Государственное частное партнерство». По области имеется 472 общеобразовательных школ, в которых установлено 18 305 камер видеонаблюдения. Из них 4 755 камер выведены на мониторы дежурных частей. В настоящее время прорабатывается вопрос по подключению остальных камер. Большой и обстоятельный разговор состоялся во время встречи сенаторов и мажоресменов с личным составом областного департамента, где главной темой стали новеллы в законодательстве, после обсуждения которых присутствующие пришли к единому мнению о том, что реформы крайне необходимы для повышения уровня безопасности казахстанцев. В свою очередь руководитель департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов вкратце озвучил результаты деятельности полиции за текущий год. Криминогенная ситуация в регионе. За 6 месяцев текущего года в области зарегистрировано 5275 уголовных правонарушений. При незначительном росте преступлений и небольшой средней тягости снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. 48% от общего числа количества зарегистрированных преступлений составляет это кражей и мошенничеством. При этом, в сравнении с прошлым годом, количество краж снизилось на 33, в том числе и с квартир на 35%. Согласно анализу преступлений, поднимаются меры получения профилактической работы, в том числе в рамках ведомства программ по защите имущества противостояния мошенничества и противодействия кражам чужого имущества. По вопросам прохватки краж, обеспечим тесное взаимодействие участковых и депутатов полиции с местным исполнительным органом. Особое внимание уделяется сейчас на подростковое преступление. Кроме того, в рамках встречи были выслушаны вопросы и предложения полицейских, на которые депутаты дали исчерпывающие ответы. Известно, неотклиженную частью сервисной модели полиции является взаимодействие с обществом и обеспечение безопасности, где роль у нас играют общественные помощники, которые участвуют в охране общественного порядка, в выявлении правонарушений, а также пресечении и раскрытии преступлений. Самых активных граждан мы пощаем раз в квартал денежным удовольствием, это в виде до 10 МРП. В этой связи граждане теряют интерес к такому участию. Я считаю, если пересмотреть на законодательном уровне именно поощрение на какие-то ежемесячные выплаты в виде минимальной месячной зарплаты, то я думаю, что это будет большой интерес составленных граждан к участию в охране общественного порядка, а также даст высокий импульс именно обеспечению чувства граждан своей безопасности, также доверие к полиции и оздоровление криминогенной обстановки в области и в целом стране. Вернуть доверие народа к полиции на сегодняшний день это архиважно. Вы сами знаете, январские события, после январских событий, какие понятия у нас были у народа, какие отношения сложились вообще к служащему люду. Поэтому вернуть доверие архиважно и для вас, и для нас. Также народные избранники отметили о том, чтобы были выслушаны и учтены социальные потребности каждого сотрудника и выразили готовность оказать поддержку в этом вопросе. В завершении встречи депутаты поблагодарили сотрудников полиции за неимоверный труд, огромный вклад в установление правопорядка и проявленную верность присяге. В Алматинской области продолжаются мероприятия в рамках республиканской акции «Таза Казахстан» новая инициатива «Чистый четверг» стремительно приобрела популярность среди экоактивистов и неравнодушных жителей по всей стране. Сегодня в селе Костек Жамбулского района Алматинской области экологическую акцию организовала партия «Аманат». Все подробности в сюжете. Более ста участников, включая депутатов, волонтёров и активистов, собрались для уборки территории вдоль реки Костек. Акция объединила граждан самых разных возрастов и профессий. «Цель этой акции – формирование нового экологического мышления и повышение сознания важности охраны окружающей среды среди населения. Такие мероприятия способствуют развитию экологической ответственности и заботы». По мнению участников акции, необходимо стимулировать население в поддержке чистоты и взращивать в обществе экологическую культуру. Именно в этом направлении работают члены партии Аманат. «Сегодня мы не только убираем мусор, но и даем пример для подражания. Это наша земля. Так кому о ней заботиться, если не нам? Важно, чтобы каждый осознавал свою ответственность за чистоту окружающей его среды». Отметим, что в акции приняли участие не только жители села Костек, но и всего Талапского сельского округа. На сегодня там проживают чуть более трёх тысяч человек. Показывая пример подрастающему поколению, принял участие в эко-акции и Аким самого сельского округа. «Это называется речка Костек. Сейчас, как вы видели, мы два километра проходили, мусор собрали. Мы убираем долю реки, потому что здесь сейчас сезон, как видите, сезон. Все сейчас отдыхающие приезжают, отдыхают здесь. Поэтому кто-то с собой мусор собирает, кто-то оставляет. Не только сегодня на день акции. Ещё вот у нас, да, по четвергам, каждый четверг и суббота у нас, включательная суббота, субботник делается у нас». В Алматинской области с началом проекта «Таза-Казахстан» в экологической акции успели принять участие порядка 700 тысяч человек. И по итогам пяти недель с территории области было вывезено около 20 тысяч тонн мусора. В Алматинской области отпраздновали Национальный день Домбры. В Кунаеве прошёл фестиваль «Домбра дастан», посвящённый этому дню. На праздники собрались тысячи музыкантов со всего региона. На мероприятие побывала и наша съёмочная группа. В Национальный день Домбры в главном городе Алматинской области состоялось торжественное мероприятие. Почётными гостями фестиваля стали певец Мирамбек Беспаев и известный кише-композитор Сакен Турспеков. Посетил праздничное мероприятие и заслуженный артист Республики Казахстан, лауреат государственной премии, ректор Казахской национальной консерватории имени Курман-Газе Нуркен Аширов. Вместе со всеми участниками они играли на национальном музыкальном инструменте на протяжении всего фестиваля. Всего в фестивале приняли участие ученики 80 творческих кружков Алматинской области, работающих при районных и городских центрах культуры, а также творческие коллективы, созданные в рамках программы «Артспорт». Более тысячи музыкантов из художественных школ представили свои таланты публике. Руководили творческими массами 92 учителя из разных частей региона. Поздравляем всех казахстанцев с этим днём. Мы работаем по программе «Артспорт». Наш центр называется «Умный ребёнок». Сегодня мы приняли участие в этом фестивале. Наши дети выражают себя через игру на дамбре, демонстрируют свои скрытые таланты. Однако сейчас из-за закрытия ваучера мы не можем принять в наш центр новых учеников. По этой причине многие дети в отдалённых аулах не имеют возможности посещать творческие кружки. В числе почётных гостей фестиваля и Акима Алматинской области Марат Султангазиев. Он отметил значимость сохранения и развития традиций казахского народа. «Дамбра – это не просто музыкальный инструмент. Это символ нашей истории, уникальности. Важно, чтобы молодое поколение знало и любило свою культуру», сказал в своём выступлении глава региона. «Дамбра – это душа казахского народа. Через этот инструмент наш народ научился выражать свою радость, волнение и скорбь – всё, что есть на душе. Хурмангаза и Татамбет были великими мастерами игры на дамбре. И после них было немало талантливых киша. Нет сомнений, что казахская земля увидит ещё много великих музыкантов. Эти дети, которые выступают сегодня тут – продолжатели творчества великих предков. Они – наша надежда на светлое будущее. Ещё раз поздравляю всех с этим днём». Фестиваль «Дамбра – Дастан» стал настоящим праздником для любителей казахской музыки и культуры. Уникальная праздничная программа порадовала зрителей исполнением классических произведений Курмангазы Сагрбаевла, а также современными мелодиями композитора Абдымомана Жильдбаева, такими как «Ирке Сылхым». Завершился фестиваль праздничным концертом, организованным областной филармонией имени Суинбая Аронула. 19-летнюю девушку нашли забитой до смерти в машине её жениха в Туркестанской области. Сотни мопедов-нарушителей в Алматы показали переполненную штрафстоянку. Подробности о республиканских новостях в материале нашего корреспондента. В Алматы проводится третий этап общереспубликанского оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок», направленного в том числе и на предупреждение снижения дорожно-транспортных происшествий, тяжести их последствий, пресечении и выявлении фактов нарушений ПДД. С начала года в Алматы с участием самокатов и мопедов произошло 463 ДТП, в результате чего 500 человек получили травмы, семеро погибли. При этом в 68 случаях двухколесным транспортом управляли дети. В этой связи активизирована профилактическая работа, усилен контроль за соблюдением требований в области безопасности дорожного движения среди его участников. Полиции добавили, что особое внимание уделено эксплуатации двухколесного транспорта несовершеннолетними. Порядка старых детей привлечены к ответственности за допуск своих детей к управлению самокатами и мопедами, что в целом противоречит закону и нормам безопасности. Страшная трагедия всколыхнула жителей Туркестанской области. В Сайрамском районе была найдена убитая девушка. В тот роковой день молодую женщину забирал с работы её будущий муж. Пара должна была пожениться в этом году. Тело убитой нашли родственники в соседнем селе. По их словам, на теле погибшей не было живого места. Часть одежды на потерпевшей отсутствовала. Всё в синяках. У неё на руке был перелом, а на лбу след от водения. Но стол же был сломан. Рот разорван и полон крови. Её пытались изнасиловать, сообщила родственница погибшей Махалат Курбаналиева. По данным областного департамента полиции, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления задержали и водворили в изолятор временного содержания. Карина Закриева по материалам интернет-ресурсов. Три крупных астероида пролетят мимо Земли. Огромная трещина расколола Землю в Мексике. В Узбекистане раскрыта деятельность трансграничной преступной группы, занимавшейся поставкой из Индии через Казахстан крупных партий лекарственных средств негарантированного качества. Эти и другие новости в сегодняшнем выпуске зарубежных новостей. Учёные НАСА сообщили, что к Земле в самое ближайшее время приблизится три астероида. Один из них размером с дом, а два космических камня – самолёт. По данным НАСА, 260-метровый астероид, получивший название 2024 MT1, приблизится первым и пройдёт мимо планеты в 937 тысячах километров. Этот астероид размером с небоскрёб и его ближайшее сближение с Землёй произойдёт уже 8 июля. Второе небесное тело размером с самолёт также приблизится к Земле 10 июля. Оно пройдёт мимо планеты в более чем двух миллионах километров. Однако отмечается, что астероиды не представляют опасности для планеты. В муниципалитете Тула, штата Мау-Липас в Мексике, земля разверзлась, что очень тревожит местных жителей. Длина трещины составляет уже не менее трёх километров. Ширина – около трёх метров, глубина – примерно пятнадцать. Произошло это после проливных дождей. Жители Эль-Кармена ночью напугал громкий рёв, а на рассвете они обнаружили, что земля разверзлась. В сезон ураганов штата Мау-Липас серьёзно пострадал от проливных дождей и от тропического шторма Альберта, который прошёлся там несколько дней назад. В Узбекистане задержаны члены трансграничной группировки, занимавшейся поставкой из Индии через Казахстан крупных партий лекарственных средств негарантированного качества. По информации службы госбезопасности Узбекистана, лекарства доставлялись из Дели в Алматы, затем в одной из сел Туркестанской области и через секретный тоннель длиной 310 метров перенаправляли в Малахаллю, у рекзор Ташкентского района Ташкентской области, к дому жителя 1975 года до рождения. Проход оборудован вентиляцией и освещением. В нём есть тележки и канаты для переправки грузов. У предполагаемых членов преступной группы было изъято 17 тысяч упаковок лекарств индийского производства общей стоимостью более чем в 1 миллиард суммах. Возбуждено уголовное дело. Задержано несколько человек, подозреваемых в участии в преступной группе. Карина Закриева по материалам интернет-ресурсов. Такова информационная картина к этому часу. До следующей встречи в эфире. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова